Для начала удаляем куб, создаем плоскость, переходим в режим редактирования, нажимаем Stop Divide, экструдируем какие-нибудь из ребер. Получаю вот такую форму, и если мне нужна форма со скреплениями, например для экструдирования или для выдавливания по пути, я могу поступить следующим образом. Я могу использовать стандартные инструменты полигонального моделирования, то есть Bevel, Ctrl-Shift-B использую. Вот таким образом можно добавлять сегменты. Средней кнопкой, вернее колесиком мышки можно добавлять сегменты, но если у вас будет вот такая сетка внутри, то при скруглении появятся лишние полигоны. Если они не нужны, то лучше сделать следующим образом, выделить все, нажать Delete, Limited Dissolve, тогда вся внутренняя сетка исчезнет. И останется один большой N-Gone. В этом случае скругление не будет создавать лишнюю геометрию, только необходимую. В целом этот способ хорош, но он не параметрический, то есть я не могу вернуться и изменить какой-то отдельный радиус. По факту это деструктивный, неотменяемый способ. Мне придется только перестроить что-то, если я захочу изменить радиус или убрать это скругление. Есть альтернатива, это использование параметрического метода при помощи геометрических нот. Я отменяю все эти действия, вот до этого момента, выделяю все, удаляю также внутреннюю сетку при помощи Limited Dissolve, потому что мне не нужны на ребрах лишние точки, вот эти вот на контуре. Мне нужны точки только на углах. Теперь этот контур я преобразую при помощи Convert в кривую. У каждой кривой есть возможность добавить толщину. Она находится вот здесь вот в панели свойств, во вкладке Data, то есть это у нас датаблок кривой. И здесь в разделе геометрия есть Bevel и параметр Depth. Но самое интересное, что в режиме редактирования для каждой точки у нас доступен дополнительный параметр Radius, который домножает вот это значение на какой-то фактор, множитель. Он называется Radius. И я могу локально увеличить толщину в каких-то местах. Ну а я эти радиусы буду использовать не для толщины, которая мне не нужна, а для скругления при помощи геометрических нод. Я отменяю это все действие, толщина мне не нужна. Перехожу в редактор геометрических нод, создаю новый network геометрических нод, добавляю ноду Fillet. Так, Fillet. Нодо Fillet скругляет углы. Но в данном случае она срезает углы, делает фаску скорее. Можно вот так вот использовать поле и задать количество сегментов, но я предпочитаю без Е. Сейчас у меня нет скругления, а просто срезаются углы. Для этого, чтобы все работало как без Е, нужно преобразовать тип полилинию, нужно преобразовать в без Е. Для этого нужно изменить тип кривой. Создаю ноду SetSplineType, меняю тип на без Е, и теперь все у меня скругляется. Единственное, что если радиус слишком большой, то начинает контур пересекаться сам с собой. Для этого есть LimitRadius, но в этом случае радиусы будут разные. Просто каждый радиус будет упираться в ближайшую точку. Но зато получается красивая форма. Чтобы все это выглядело хорошо и наглядно, я сделаю заливку нодой Fill. Fill заливает контур и превращает ее в полигональный N-Gone. То есть в Mesh. Вот этот Mesh нам нужен сейчас только для наглядности, чтобы было лучше видно, что происходит. Ну, возможно, вам нужен он для выдавливания вот этого профиля. FilletCurve, здесь есть радиус. Этот радиус можно контролировать. Мы создаем ноду Radius. Нода Radius это не тот же самый радиус. Эта нода Radius она считывает для каждой вершины значение вот этого радиуса, который я показал. и для каждого дает значение индивидуально. То есть, если вы видите вот такой вот ромбик, значит, внутри список. Если сокет в форме ромба, значит, там список. В данном случае это список радиусов для каждой точки. Для каждой контрольной точки. Если я выделяю все точки и меняю Radius на 0, у меня не будет скруглений, но для каждой отдельной точки я могу задать свой радиус. Единственное, что если у вас какой-то радиус с очень большим значением, он начинает давить на соседний радиус. Имейте это в виду. А так, радиус в реальных единицах. Самое главное, что я могу в любой момент вернуться и отредактировать каждый радиус. В этом заключается параметричность вот этой структуры. И могу отменить в любой момент, убрать любое скругление, добавить новое, изменить радиус. В общем, вот такой вот прекрасный способ.